Тип хордовый, вот реально, к которому мы принадлежим. Однако сначала будут низшие хордовые, то есть по типу оболочники, они же туникаты, и они совсем на нас не походят, хотя вот вполне и нашего типа. Значит, это асцидии, пиросомы, сальпы и аппендикулярии. Разбиваю это всё на два клипа, потому что много материала. В первом будет общая характеристика туникат, и будут асцидии, пиросомы, во втором будут сальпы, аппендикулярии и ещё там кое-что. Ну и наиболее, кстати, известны всё-таки асцидии из этого, то есть в первом клипе они же и будут. Туникаты это оболочники, по-русски также их оболочниками и называют. Тело покрыто студенистой оболочкой из тунецина, довольно близкого на самом деле к растительным клетчатке, к целлюлозе. И вот из всех животных только эти самые оболочники, они имеют вот такую вот тунику. Асцидии ведут прикреплённый образ жизни, и по количеству видов, и просто так вот по встречаемости асцидии именно преобладают. То есть обычно формы неподвижные. Но, допустим, пиросомы, сальпы, аппендикулярии, они подвижные. И у асцидии подвижная личинка хвостатая. Как правило, все оболочники питаются взвешенными в воде органическими частицами, детритами и фитопланктоном. То есть они являются фильтраторами и способом питания, как у ракушки. То есть они пропускают через себя воду в огромных количествах, фильтруют. То есть вот получается, самые первые наши хордовые даже были и похожи на моллюсков. И частично у них строение, поэтому напоминает и ракушку. Допустим, у них есть сифоны и всяческие фильтрирующие там эти все органы, жабра. Сифоны обычно у них в одной и в одной, вот прям как у ракушки. Оболочников вообще часто между собою путали, особенно разные их поколения, потому что у них подвижная личинка совсем не походит на живую эту самую особь. Традиционно Карл Линей, между прочим, писал их в моллюски, но исходя из органа жизни. И были также предположения, что это значит черви и так далее. В позапрошлом веке русский эмбриолог Ковалевский показал, что это хордовые животные. И что личинка напоминает ланцетника, относительно которого они сомневались, что это низшая хордовая. То есть в 19 веке показали, что она хордовая. В том плане, что у него хорда есть у личинки ярко выраженная, а взрослые там, как правило, она исчезает, либо трансформируется эта самая хорда. То есть взрослые походят на моллюска реально, по образу жизни. Хотя строение у него все-таки сложнее, чем у ракушки, и тоже имеет явные черты хордовых. Например, нервная система расположена у всех ополочников на спинной стороне тела, что характерно именно для позвоночных, а у беспозвоночных оно на животе расположено, на брюхе. Сходное устройство кровеносной системы. Передний отдел кишки одновременно выполняет функции дыхания и пищеварения. Ну, это у моллюсков бывает, но также характерно и для хордовых. Вот, например, мы как дышим, так и едим мы одной и той же глоткой, да? А вот у беспозвоночных далеко не так. Они дышат обычно одним, а едят другим. Ну, вот асцидии тоже и дышат, и едят, допустим, в одном месте. Считается, что произошли они все-таки от свободно плавающих, и что древняя их стадия изображается их личинкой. То, что личинка не походит там на прикрепленное. Хотя тут уже очень много типов беспозвоночных, рассматривал которых тоже личинки все плавающие. Потому что, естественно, что у прикрепленного личинка и будет плавающий, он иначе не может с места на место распространяться. Поэтому и не факт. Возможно, личинка уже приспособилась и развилась для плавания. Плавать, конечно, более сложное дело, чем на одном месте сидеть и воду через себя гонять. Поэтому, конечно, личинка будет более развитая, чем взрослое животное. Так что не факт это все. Просто была мода в 19 веке считать, что личинки изображают ранние стадии развития эволюционного какого-то животного. Я потом про это расскажу. Развивалась эмбрионология, и они так поголовно считали. Но этот подход, честно говоря, не всегда работает. Потому что личинка часто приспособлена к какому-то другому существованию. В качестве личинки не такому, как у взрослой особи, и имеет свои просто формы приспособления. До проблем эволюции я еще много буду в курсе истории говорить об этом. А не в биологии. Ну, значит, современная, устоявшаяся в прошлом веке классификация, что у нас есть тип хордовых, хордата, куда входят вот эти туниката как подтип. То есть вот эти вот, которые будут в этом клепе и в следующем. Потом там есть окраания бесчерепные, которые будут после членистоногих в апреле. Ну, это примитивные рыбы, так скажем, все-таки. И вертебраты, это все позвоночные. И самый простой вид позвоночных, это рыба, конечно. Чтобы не плодить плейлистов, все, что не рыба, я буду записывать в низшие хордовые. Начиная с рыбы, естественно, будет отдельный плейлист под рыб. Спорят, какие из них более высокоорганизованные, то есть ланцетник или туникаты. И есть точка зрения, что все-таки туникаты даже сложнее ланцетника, что все-таки самая примитивная хордовая – это ланцетник. Ну, про ланцетник еще поговорим. Ланцетник устроен, как, в принципе, как рыба, без глаз, без мозгов и прочего, без каких-то там сложностей. То есть самая простая рыба – это ланцетник. Но она настолько простая, что даже рыбой не считается. Оболочник – это нечто, конечно, другое, это скорее моллюска по своей жизни, а не рыба. У них развитые колониальные, между прочим, формы жизни. Вот наличие общества никак не говорит о высоком уровне развития, потому что у нас очень общественные животные – это гетроидные полипы коралловые. У них прям общество идеальное. И лимпшанки те же. А сами они крайне примитивные. Ну, вот асцидии тоже имеют, между прочим, общество весьма, так сказать, централизованное. То есть централизованное общество характерно как раз в основном для низших животных. Это вот не факт, что централизация, это повышает организацию или о чем-то вообще, так сказать, говорит о какой-то форме развития. Как раз развитое животное в состоянии самостоятельно действовать. Так, ну, пожалуй, длительные дискуссии по поводу кто-то, что произошел, лоцетник, от туниката или наоборот, я пропускаюсь с их бесплодностью. Так как никаких древних форм, каких-то промежуточных, так и не обнаружено. Ну, значит, они вторично-роты, и надо сказать, что, как и все хордовые. И чем довольно резко отличаются от большинства беспозвоночных. Дело в том, что вторично-роты это хордовые и иглокожие в основном. Отличается она тем, что у зародыша есть некий рот, но потом почему-то из него делают задницу, то есть анус, а рот делают заново, вторично-рот. И вот это вот мы как раз позвоночные все так формируемся. Зачем нам это надо, непонятно. И иглокожие, и морские звезды. А все остальные, у них нормально, у зародыша формируется рот, а потом из него будет рот взрослого-желотного. Ну, три принципиальных класса асцидии с альпой и аппендикулярией, потому что пиросомы все-таки в колониальной асцидии надо включать. Поэтому я пиросомы буду рассматривать вот в этом клипе, значит, в асцидиях. С альпой еще делятся на бочоночники и, собственно, с альпой, и аппендикулярии, и вообще черная часть с боку бантик, и об этом мы еще поговорим. Вот преобладают асцидии, значит, 1400 видов этих оболочников, из которых 1300 асцидий. То есть асцидии прям сильно преобладают, в основном это асцидии, но есть также какие-то совсем непохожие. Значит, еще есть 60 видов аппендикулярии, 25 видов сальпы, 10 видов пиросом. От хордовых все-таки резко отличаются, даже от ланцетника по строению, но в то же время, если мы анализируем, да, если мы ее препарируем, асцидию мы обнаружим, в принципе, те же органы, что у нас, такие, сердце, печень и так далее. И спинной мозг, может, и прочее. Ну, перехожу, значит, собственно, к асцидиям. Асцидии, как правило, несколько сантиметров в диаметре и столько же в высоту. Некоторые виды бывают по 50 сантиметров асцидии. И есть мелкие, порядка 1 сантиметра асцидии. Но они могут образовывать колонии, и колонии могут быть довольно большие. Колонии образуют общую тунику, то есть общую оболочку. И могут обрастать колонии, там, целые поверхности камней, там, каких-нибудь больших подводных предметов и так далее. Значит, сама по себе асцидия – это мешок без раковины, но роль раковины выполняет вот эта туника, которую тоже трудно прокусить. У него имеется подошва, с помощью которой он прикрепился к поверхности. И на верхней поверхности имеется два сифона. Через один сифон он воду в себя загоняет, потом он её фильтрует, ест, её обрабатывает. Кислород и органику из неё высасывает. И выгоняет вот эту воду, уже, так сказать, объединённую кислородом и органическими веществами, выгоняет через второй сифон. То есть первый сифон водный, второй выводной. Это на материале ракушек уже мы изучали. Тело покрыто эпидермисом. По эпидермису идёт туника, которая выполняет опорные защитные функции. У них туники могут быть окрашены, причём довольно ярко. Что довольно странно, сами они, безусловно, напрочь слепые. То есть окраску они друг у друга не видят, и для них она совершенно не нужна. Окраска у них часто не только некамуфлирующая, но декамуфлирующая. То есть они часто вот оранжевая какая-нибудь, красная, посреди серых камней. То есть она, наоборот, помогает её заметить. Зачем она это делает, непонятно. Возможно, это вот какие-то её отходы окрашивают, как-то у неё тунику. Мне ничего не ясно. Но, в принципе, некоторые камуфлируют. Они могут зарастать водорослями, всякими мшанками, которые любят крепиться вот на чём-то таком торчащем. Песчинками всякими, мелкими камешками и прочими. То есть, в принципе, оно и может маскироваться под дно. Но, особенно в наших океанах, в которых рыба расплодилась и всё время высматривают, что там на дне нестандартное, чтобы его съесть. 60% массы туника составляет. Она водянистая, достаточно толстая, до 3 см. В тунике циркулирует точно так же кровь. То есть, кровь она выгоняет свою в тунику тоже. В тунике, поскольку там есть кровь, могут быть фагоциты её. То есть, иммунная система асцинти может работать вот в её тунике. Это тоже, кстати, редко, что прямо вот в защитной структуре, в принципе, в которой выполняют функции раковины, да. Тем не менее, вот там так же и клетки фагоциты работают, и кровь туда поступает и так далее. Под туникой мантия, то есть полость её тела, мускулатура довольно сильная. Они могут сокращаться и выбрасывать из себя воду. Те, которые движутся, они движутся за счёт реактивного выбрасывания воды из себя, чем она, опять же, напоминает моллюска. Потому что подвижные моллюски движутся реактивно. Вот асцидия тоже. Во взрослой нету твёрдого скелета, но сохранилось устройство органов так, как будто бы у неё есть всё-таки хорда. Потому что они вокруг вот некой воображаемой спины у неё крепятся, а спины-то самой и нет. Ну, значит, пищеварительный канал открывается ртом. Рот как раз вот идёт в сифон, а после сифона глотка. По кокурту у неё могут быть щупальца. Обычно меньше шести, но может быть и больше. Которая, значит, загоняет туда воду и могут частично её анализировать там. На предмет, чтобы там какой-нибудь камешек не запал в асцидию. В глотке же дыхательный аппарат, прям вот как у нас. То есть вот у нас глотка, органы пищеварения и дыхания. И вот у асцидии тоже. Дыхательный аппарат, это у неё жаберные щели. Жаберная корзина. То есть вот она загоняет туда воду и жабры из воды кислород получают. Жаберные щели содержат очень много кровеносных сосудов, естественно, потому что поступает кислород в кровь. Кровь там у неё обогащается кислородом, как у нас в лёгких. И потом стекает. Ну, из-за жаберными щелями у них околожаберная полость, которая тоже заполнена водой и которая потом, значит, идёт уже до клоаки. То есть у них внутри есть, значит, полость ещё. Со спиной стороны глотки имеется эндостиль. Это железа, которая выделяет слизь. И вот на эту слизь налипают всякие органические частицы, которые она из воды подгоняет. От эндостиля происходит наша щитовидная железа. То есть первоначально, когда мы были ещё асцидиями, у нас щитовидная железа была органом питания, выделялась слизь, на которую налипала пища. И получается, вот она, так сказать, через эту слизь как раз и питается. А потом она у нас, щитовидная железа, преобразовалась и стала всякие гормоны, значит, нам выдавать. Но слизь там тоже, говорят, по природе близка к современным гормонам щитовидной железы. Допустим, у неё есть йод точно так же. Ну, потому что морские были мы животные, и у нас йода было много в море. Вот из чего там было, мы делали себе гормоны. Имеется у неё также пищевод и желудок. Неплохой. И желудок выходит, естественно, в кишку и в анальное отверстие. Вот это всё у неё принципиально, как у нас. У некоторых есть и печень, у асцидии. Кровеносная система не замкнута. Имеется сердце, расположенное на брюшной стороне, тоже как у нас. Сердце имеет уже миокард и перикард. Оно совершает сокращение. Но она, значит, то у неё кровь течёт, как у позвоночных, а то как у беспозвоночных. Значит, как течёт кровь у позвоночных? У позвоночных сначала кровь поступает, так сказать, в орган дыхания, то есть в жабры. Там она обогащается кислородом, потом кровь проталкивается сердцем в органы пищеварения, то есть в кишечнике, где она, значит, обогащается уже, значит, веществами питательными. Потом она снова идёт в сердце, снова в жабры и так далее. Вот это как раз тот тип, который для нас характерен. То есть у нас кровь идёт сначала по лёгким, а потом по кишке. Дело в том, что у беспозвоночных всегда наоборот почему-то. Почему-то сначала у беспозвоночных кровь течёт через кишечник, а потом через органы дыхания. А что касается асцидии, то у неё сердце бьётся то в одну сторону, то в другую. То есть она может гонять кровь и в одном направлении, и в другом. И так, как у позвоночных, и так, как у беспозвоночных. Но что ещё раз говорит о том, что в принципе она это переходная к какой-то степени животная. Кровь кислая у неё, там серная кислота у неё в крови не так устроена, как у нас. А в кровяных клетках у неё, жёлтых, у неё жёлтая или оранжевая кровь у неё. И в них содержится ванадий. То есть состав крови на самом деле другой. Причём сомнительно, что она перестает кислород перегонять, потому что не обнаружен там гемоглобин у неё. Поэтому, возможно, кислород она просто впитывает всеми частями тела. Тем не менее, жабра у неё есть, и через жабру она кровь вполне гоняет. Но может быть жабра у неё орудимент. Может быть раньше она жабрами пользовалась. Ну в общем, сейчас спорят вообще, пользуется ли она жабрами. Потому что в крови кислород-то достаточно маленький состав у неё. Низкий процент кислорода в крови. Нервная система у неё по сравнению с личинкой упростилась. Но у неё имеется тем не менее мозговой ганглий, который расположен где-то вот в районе глотки, но со спинной стороны. Ну вот опять же, как у нас. То есть где-то за глоткой расположен у неё мозг. От мозга, соответственно, идут нервы, иннервирующие. В том числе имеется некая околонервная железа специальная, напоминающая гипофиз наш. То есть какие-то железы вокруг мозга у неё тоже уже формируются. Органов чувством не менее нет. Она вот сокращается, нервная система управляет её сокращениями. Потому что мышца же есть, она может по своей воле ими как-то двигать. Поэтому мозг всё-таки есть. А вот личинки имеют спинной мозг типичный абсолютно для хордовых. И перед спинным мозгом они имеют головной мозг, то есть вздутие, вот примерно как принципиально устроено хордовый. То есть головной мозг и спинной. Вот у рыбы уже так. Ну а у этих вот у личинок что-то такое похожее, а у самой как-то вот всё редуцировано взрослой. Выделительных органов у неё нет. Хотя они есть у ланцетника. И в этом плане она более примитивная. Но возможно это упрощение. Там у неё есть что-то типа, значит, нефроцитов всё-таки, то есть которые что-то такое выделяют. Просто они не сгруппированы вот в почке, как положено, у позвоночного. И между прочим в процессах выделения у неё участвуют грибы. Внутри неё ещё живут маленькие грибки, которые помогают ей вот выделить. В процессах выделения они постоянно этими грибками заражаются друг от друга. Асцидии это гермафродиты, то есть они одновременно и мужские, и женские. Оплодотворяют они друг друга, находясь просто рядом. То есть они выбрасывают яйца из пермы в воду, и там это всё оплодотворяется. Оплодотворённые ей яйца иногда развиваются в околожаберной полости, то есть детей во рту она растит своих, а потом выпускает их, когда они в состоянии плавать. Вот особенно колониальные асцидии детей во рту воспитывают. Но могут также и почковаться, между прочим. Особенно при почковании они образуют колонии. Колонии принципиально устроены как вот так же они асцидии, то есть внутри колонии он называется асцидозаоид. Колония имеет единую тунику, но принципиально отдельный член колонии асцидии устроен как одиночная асцидия, точно так же. Но они обычно очень маленькие, несколько миллиметров. Имеется три отдела. Грудной отдел это глоткая околожаберная полость, второй отдел кишечник, и в третьем собственно сердце и половые железы. И вот то, что потом будет хорда, и то, что у личинки было хорда, и остатки этого тоже у нее в спинном отделе. Асцидозаоид обычно находятся в общей тунике, и из этой туники торчат их рты. Вот они во рты загоняют еду и совместно вот так вот питаются. Часто у них имеется общая клаука, то есть куда-то вот в выделении у них какую-то общую полость внутри этой колонии тоже происходит. Внутренние органы у нее в первичной полости тела, получается, лежат, но у них есть и вторичная полость тела. Вот сердце, значит, и эпикард. Сердце считается вторичной полостью. Пиросомы. Это свободно плавающие колониальные оболочники. Способны светиться. Вот она картинка. Вот так это выглядит, такая вот байда плывет в море и частично светится. Тем не менее, это все-таки асцидия, и по сути это плавающие в воде колониальные асцидии. Если начинать их анализировать, принципиально они не отличаются. Там, значит, они состоят из маленьких заоидов, которые являются асцидиями. А вот картинка этих пиросом, их строения, собственно, колонии. Но видно, что, значит, если мы это разрежем, то там маленькие асцидии, которых много-много, и у них общая вот эта поверхность, общая полость, да, в которой они живут. Ртами они наружу, а своими задницами они вовнутрь, и, соответственно, они прогоняют совместно воду. В чем смысл колонии? Они гонят воду через себя вовнутрь. Все. И при этом вот они ее, значит, потребляют. То есть из воды они высасывают всю органику, которая там есть, фильтруют. И кислород, и все. Вот, вот, все. Движения у них, они вот движутся, в том числе за счет своих этих всех щупалец, да. Движения у них почему-то согласованные, хотя нервной системы вообще нет. Вот как-то они так от рождения, видимо, согласуются. При отсутствии мышечных, сосудистых или нервных связей. Вот просто вот от рождения они совместно этими мышцами двигают. Могут у них быть единые также мышцы. Допустим, сокращение мышцы одной, этой особи, да, оно, значит, передает это раздражение другим. Поэтому одновременно сокращаясь, они могут двигаться реактивно. Вот движение у них действительно за счет передачи возбуждения по колонии. Вот когда они движутся. Они выбирают все в себя воду, потом все выталкивают, и как реактивно вот так вот пулят. А вот когда они просто ясничками бьют и воду гоняют, они это тоже делают синхронно, но без всякого сообщения между собой. Вот об этом речь. Туника у них очень водянистая у перосомы, 99% вода. Тем не менее, может быть окрашена в розовый цвет. Могут быть довольно большие, до 4 метров, то есть больше водолаза. То есть, вот есть картинки человека, значит, и вокруг него вся эта гигантская перосома. На диаметр 20-30 сантиметров. Вот. Есть до 20 метров перосомы, в колонию такие огромные, этих протохордовых. Ну, не протохордовых, а натуральные, а хордовые, просто совсем такой примитивные. Вот оно бывает 4-метровая колония у них. А, 20-метровая даже, 20-метровая колония. Ну, вокруг мантии еще у них довольно такая тягучая слизь, может быть. То есть, вот это все образование довольно такое слизистое и противное, в общем-то. Ну, размеры одной маленькой могут быть 4 миллиметра обычно, а у гигантской до 2 сантиметров. Вот одной маленькой штуки, которая туда входит, одного зооида. Ротовое отверстие окружено щупальцами, как вот тут заметно. За ртом идет глотка с жаберными щелями. Мышечная система обычно развита слабо, потому что у них есть, вот, и они за счет единого сокращения передвигаются. Размножаются они часто путем деления внутри этой колонии. Тем не менее, пищеварительный отдел вполне состоит из пищевода, желудка и кишки, как обычно. Есть анальное отверстие, которое у него вовнутрь открывается колонии. Ну, и при размножении половым они, опять же, просто сбрасывают, либо семя, либо яйца сбрасывают просто вовнутрь. И там все между собой оплодворяется хаотически. Вот так все. В области сердца у нее бывает такая небольшая штука, как палец, сталон называется. Вот она может за счет бесполого размножения тоже, это самое, сталон, вот это из сердца выделяет маленький такой кусочек, от которого возникают новые маленькие вот эти члены колонии. То есть, вот это у нее бесполое размножение считается, ну, либо обычным половым способом. Ну, вот, пожалуй, все про асцидии и пиросомы, и дальше будут сальпы там и аппендикулярии. Спасибо.